Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают друг друга, им есть и о чем поговорить и о чем помечтать, и о чем почувствовать вот, мне нравится очень сильно гастрономия, я учусь сейчас в университете этому я передачу делала об этом, и я книгу делаю об этом мои фестивали об этом это мне нравится, считайте меня человеком, который относится очень хорошо к пище, причем я немного ем но я очень люблю все пробовать это вот если говорить о гастрономии другая моя слабая точка это все, что связано с искусством особенно модерновым культурное просвещение людей, в том числе делиться всем этим? ну, вообще меня учили так, никогда не пытайся никого воспитывать, просто верь в свою, верь в то, что тебе нравится и делай это а если это еще кому-то поможет, так ты не просто живешь на этом свете и не зря. насколько это сложно вот это вот чувство родины когда ты живешь там, эти скучания какие-то депрессивные моменты как это вот, чем это все нивелируется? ну, я скажу так, с тех пор, как я уехала очень многие люди посчитали меня бюро информации, то есть они со мной связываются по фейсбук и начинают по своим вопросам ежедневно, причем люди вообще не делают разницы что я не живу в Америке, я живу в Канаде меня спрашивают, как им попасть в Америку как им получить грин карту и естественно мой первый порыв сказать я не беру информации для этого есть профессиональные сайты и люди но я пытаюсь всем, но абсолютно всем дать понять чтобы они не относились к этому шагу в их жизни как к шансу для лучшей жизни и для того, что у них жизнь резко наладится и будет другой потому что я, например, очень хорошо жила в Кишиневе у меня была замечательная жизнь в Кишиневе но я в один момент почувствовала что у меня иссякли мои музы местные мне нужно от чего-то заряжаться что нужно было выйти из зоны комфорта чтобы что-то столкнуться с чем-то больше саму себя спровоцировать поэтому я, например, не переехала в данный момент для лучшей жизни я переехала для чего-то для абсолютно другого уровня существования но я всем желаю хотя бы на минут, на год, на два оторваться от этой страны если они ее так сильно не могут терпеть чтобы понять издалека насколько это замечательная страна и я, кстати, там студентка я очень скромно живу у меня не полный желудок как некоторые говорят уезжай в свою Канаду что ты приехала здесь нам сделать фестивали у меня очень скромная там жизнь но при этой очень скромной жизни там я могу сказать что только сдалека я поняла насколько у нас здесь богата ресурсами страна и как эти ресурсы просто ожидают чтобы их кто-то открыл и начал ими заниматься расскажи мне о фестивале лаванды который предстоит по станции меня спрашивают а что там будет? что это такое? потому что всем кажется что это очень масштабно и безумно красиво наверняка это действительно масштабно это действительно красиво и самый сложный момент самый сложный момент этого фестиваля это логистика потому что там в поле нет ничего ни воды ни электричества ни туалетов но при этом там есть такая аура и такая атмосфера что я вам клянусь если хоть кто-то мне скажет после фестиваля что ему не понравилось потому что там плохая дорога или электричество я реально расстроюсь потому что люди должны понять изначально что мы их приглашаем в абсолютно дикую местность мы привезем все туда всю логистику как ты воспитываешь детей? я знаю что ты я читала тоже много твоих интервью связанных с тем как ты воспитываешь как ты с ними общаешься какие у вас есть правила и традиции и так далее ты мама скорее друг наверное мама которой каждый ребенок вот мечтал бы и из чего ты это вырастила в себе из своего опыта общения с твоей мамой или может быть какие-то ошибки которые ты видела с ее стороны как бы ты бы хотела знаешь вот или это естественно происходит ну я считаю себя тем счастливым ребенком которому родители в первую очередь дали очень много любви и достаточно много свободы именно свободы выбора да они мне не разрешили в один момент пойти на журналистику учиться они мне сказали надо учиться тому что тебя прокормит а от журналистики ты умрешь с головы я конечно об этом жалею что в тот момент я не была более настойчивой но при этом я не жалею что я не обучилась журналистики здесь в Кишиневе я бы хотелось подучиться этому где-то в зарубежье поэтому со своими детьми я считаю что самое главное правило это любовь любовь еще раз любовь это много свободы для того чтобы они открывали сами себя это стопроцентная честность я никогда своим детям не говорю неправду я могу определенные вещи промолчать но если они меня спрашивают я им скажу ровно так как оно есть мне кажется что ты похожа на такую женщину вообще вне возраста и для тебя вот так же как для меня вот эти все внешние морщинки какие-то да вот такие естественные моменты эмоции жесты там одежда все это как бы абсолютно не важно и ты боишься стареть есть какое-то ощущение того что ты хочешь повернуть ты беспокоишься там как ты выглядишь нет тебя это не парит ну я скажу так до недавних пор мои знакомые подруги не спрашивали меня когда ты наконец-то собираешься себе что-то вколоть сюда я понимаю что они меня спрашивают из хороших побуждений но я не знаю еще как им объяснить что они меня никогда не увидят делая этого потому что я не пытаюсь убежать от себя и от своего возраста я себя абсолютно комфортно чувствую со всеми своими морщинами и я не хочу никому показать что молодость вечная особенно себе я себя буду чувствовать плохо если люди вдруг будут видеть сначала мой ботокс а потом меня как это происходит в большинстве случаев потому что когда женщина начинает это делать с собой в первую очередь мы видим это а потом мы видим все остальное потому что это слишком все очевидно к сожалению еще ничего такого не создали кроме позитивного мышления потому что когда есть позитивное мышление оно разглаживает все наши морщины тебе важно мнение окружающих? мне больно от того что люди меня могут атаковать без того чтобы меня знали лично и без того чтобы иметь реального повода для того чтобы атаковать мне от этого больно но так как это происходит часто я потихонечку к этому вырабатываю иммунитет а почему так происходит? потому что ты ешь повод или просто потому что ты публичный человек и людям свойственно так? меня как-то спрашивали об этом недавно и я почему-то решила очень нескромно сказать что вообще-то есть цветные люди и есть люди посредственные и когда человек цветной и он какой-то неординарный он может его одушевлять но он может и носить какую-то зависть которую далее говорят я не люблю вообще эти разговоры о завистье я считаю что он просто раздражает кого-то может раздражать моя непосредственность что я может быть там как-то нелестно отзываюсь о церкви или там о чем-то но это моя жизненная позиция когда меня они спрашивают я не считаю нужным строить из себя другого человека поэтому я считаю что я просто раздражаю но при этом я не делаю никому плохо можно раздражать но при этом не ранить не унизить кого-то не атаковать вот если бы люди могли раздражаться но у себя там спокойно где-то в своей душе это было неплохо но люди переходят рамки они считают что например фейсбук это место куда нужно идти чтобы доказать свободу слова а свобода слова и атаковать человека это две разные вещи на это приятного аппетита кивадо маки уже готовы спасибо это ты сама готовила старалась замечательно у тебя очень хорошо получилось первый мой вывод за последние несколько лет это что нельзя стремиться к вечности мы будем вечно вместе мы будем любить себя вечно друг друга и так далее нет такого такого просто нету нужно идти по жизни с ощущением что все может пропасть в один момент вот просто в такой неожиданный момент все может пропасть поэтому когда ты живешь с таким ощущением что ничего не вечно ты посвящаешь каждой живой минуте как последней минуте то есть ты просто живешь с ощущением что авось завтра не будет когда ты теряешь какие-то очень важные вещи либо очень дорогого человека причем ты теряешь их без объяснения то есть у тебя нет никакого повода или хотя бы урока чтоб ты понял ты принимаешь жизнь такой какой она есть это раз два ты понимаешь что время никак нельзя вернуть обратно ну никак вот сколько бы мы не держались за это прошлое оно все равно становится прошлом и третье нужно просто идти дальше и вот когда есть момент выбора идти дальше счастливой или несчастливой вот в этом моменте многие люди застревают очень многие многие выбирают страдать от своих потерь быть пока они вот прямо не изведут себя а я не хочу я хочу жить полноценной жизни несмотря на свои потери они живут со мной каждый день но я по крайней мере стараюсь относиться к ним философски я ношу их как свою ношу как свой крест но я пытаюсь при этом к ним добавить очень много разных побед и и и и и и и